Больше чем наука Он добился покупки рукописей, 700 единиц хранения, арабографичных рукописей от Жанна Батиста Луи Руссо, который был племянником великого философа. Уваров, Приживальский, Арбелли, Гафуров, Боголюбов, Тихвинский, Примаков. Накопленный ими опыт в изучении тысячелетнего культурного кода Востока сегодня востребован как никогда, особенно при отстаивании национальных интересов России. Современная обстановка в мире достаточно сложная и слабо прогнозируемая. И, как прежде, ключи к решению многих международных проблем находятся именно на Востоке. Евгений Максимович Примаков, в разное время возглавлявший и службу внешней разведки, и Министерство иностранных дел России, характеризовал изучаемый им регион как разнокалиберный, сложный, угрожающий строптивый, подчас наивный и многократно обманутый. Он прекрасно понимал, что значение Востоковедения не исчерпывается прикладными аспектами. Огромную роль играют и академические знания. Именно академический подход, свойственный российским Востоковедам, наше конкурентное преимущество на мировой арене, уверен Михаил Петровский, который привел такой факт. Воспоминания человека, который допрашивал Саддама Хусейна, который много лет был в ЦРУ, ввел Саддама Хусейна как личность. Он не знает арабского языка. Он с ливанским переводчиком беседовал с Аддамом Хусейном. Но вот такого у нас абсолютно невозможно исключено, именно потому что настоящее образование лежит в основе всего. 68 языков преподается у нас на Восточной факультете, в ИСА, прямо столько же. Это редчайшие специальности. Впрочем, некоторые из этих специальностей исчезают или уже исчезли из учебных планов российских вузов. Я помню, когда я был студентом, Михаил Борисович тоже в эти времена помнит, когда у нас были языки, которые сейчас уже и название не упомнишь, там Бабара, Зулы, Мося Груси и так далее. Все это было в институтах. Это было преимущество России, потому что это все равно выстреливало. А сегодня у нас есть даже школы, которые, скажем, манголоведние у нас в институте. Мы создали историческую школу в Монголии, они нас просто на руках носили. Сейчас они уже эти руки туда, где-то на американский континент переносят, потому что у нас уже и специалистов не найдешь. У нас трудно найти специалистов сегодня по Турции, по Ирану. Вообще изучается 24 восточных языка сегодня, но действительно, когда денег не было и вообще непонятно было, а надо ли содержать такое количество языков, ряд языков, где были уже серьезные наработки еще с времен института востоковедения, ну и в последующий период, 50-е годы особенно, закрыли. Закрыли, например, берманский язык, закрыли хмерский язык. Кроме того, был поднят и вопрос выставочных пространств в музеях России. Вот, к сожалению, мы не можем представить свою коллекцию, которая сопоставима с фондами Британского музея, Национальной библиотеки Франции широкой публики, потому что, ну, во-первых, и площадей нет, и, во-вторых, нужно, в общем-то, над этим работать, привлекать средства. Еще одна проблема, о которой рассказали ученые, критерии оценки эффективности научной деятельности, которые не очень-то эффективны. Есть у нас застарелая проблема такая, научная, это критерии оценки, это не только для востоковедения, это для всей академической науки, это бесконечные эти индексы, которые мы все время считаем и увлеченно занимаемся именно этим. Сегодня открываю очередную газету в интернете, как получить за деньги, получить индекс Хирша хороший. И еще одна важная вещь, это вот эта, как бы, международная открытость и английский язык, на котором все должны писать. На английский надо переводить, а писать надо все-таки на русском языке. Я думаю, что было бы неплохо, Сергей Ильич, если бы мы от имени нашего исторического общества выразили бы сейчас какое-то, сделали обращение, Министерство науки и высшей школы, имея в виду пример востоковедения, но имея в виду более широкий контекст, чтобы гуманитарная проблематика имела иные критерии эффективности. По завершении круглого стола состоялась торжественная церемония подписания соглашения между Российской Ассоциацией Международного Сотрудничества и Фондом Истории Отечества. В тот же день Сергей Нарышкин провел заседание Совета Фонда. Мы подведем сегодня итоги пяти конкурсов. В этом году в фонд поступило порядка 300 заявок. Полагаю, что около 90 из них, то есть примерно 30 процентов, мы можем поддержать. На днях состояло заседание правления фонда. Коллеги в предварительном порядке рассмотрели результаты экспертизы и подготовили соответствующие рекомендации для нашей сегодняшней встречи. Эти материалы также у нас на столах. В числе поддержанных Фондом Истории Отечества проектов 17 фильмов, 22 выставки, 20 научно-популярных изданий, 22 мероприятия, в том числе международных, а также 10 молодежных проектов. Большая часть связана с приоритетной в этом году темой 75-летия Великой Победы – службы информации Российского исторического общества.